Приветствую вас. Реально вы не задали вопрос. У вас в вашем тексте нет вопросов. Кроме только вот тех аспектов, да, которые вы озвучили. Ну, озвучили вы аспекты, скорее даже не аспекты, а такие, знаете, просто факты. Что-то просто факты из вашей жизни. Вот. И всё. То это на самом деле достаточно мало. На самом деле. Потому что не совсем понятно, что вы хотите от психологов. В принципе. Не совсем понятно, что вам нужно от психологов. То есть, совершенно очевидно, что у вас есть проблемы в браке. Ну, значит, в семье. Вот. И... Мне думается, что... Вы не можете знать... Наверняка... Если у вас будущая... С человеком... О котором вы говорите... Вы не можете знать этого наверняка. Потому что... Потому что... По сути... Вы не дали шансов... Себе, ему... И так далее. Речь... Сейчас идёт не о том, правильно ли вы поступили. И... Речь сейчас идёт о том, что... Очевидно, вы чувствуете себя не свободны. И... Вероятно, именно в этом направлении... Вам... Нужно двигаться. В сторону исследования ваших... Собственных... Эээ... Чувств и переживаний... В сторону исследования... Отношений... С мужем... в сторону вашего отношения к себе. Вот, допустим, мой коллега написал вам, что в 15-м году вы задавали вопрос и писали о том, что браки вам скучно. Почему-то решили тогда вы ничего не менять. Тут как бы, тут совершенно очевидно, что у вас есть, ну, может быть, какие-то свои установки. Например, есть какие-то свои убеждения, взгляды относительно того, как, например, нужно поступать, что, например, нужно делать и так далее. То есть вот это, возможно, имеет смысл поисследовать. Возможно. И, пожалуйста, повторю. При условии, что вы этого, допустим, допустим, сами хотите, при условии, что вам это действительно интересно. Такая вот история. Такой момент. Что сейчас происходит? Ну, что сейчас происходит с вами, да? Ну, в принципе, понятно, что сейчас происходит с вами. Вопрос заключается в том, что вы хотите с этим делать. Это очевидно, что несчастливы вы, очевидно, что несчастлив ваш муж, ваш ребенок. И очевидно, что то, что вы пишете по поводу того, что вы хотите терять данного человека, это тоже очень такой важный момент. Почему, допустим, вы не хотите терять этого человека? Чем он для вас так важен? Что представляет из себя ваши чувства и любовь к нему? Вы производите впечатление довольно сознательного человека. Довольно сознательного человека. И, как я думаю, что эту сознательность можно использовать, в принципе. Ее можно использовать для того, чтобы вы стали хозяйкой своей жизни, коей сейчас вы не являетесь этого совершенно очевидным. Вот. Гармонизировать отношения в семье, например, либо развести с мужем. И есть непонятно, почему вы пишете, что я знаю точно, что не уйду из семьи и так далее. Если вы это делаете, допустим, для ребенка, если вы пытаетесь это сделать для ребенка, то ребенку только хуже в том случае, если его родители друг друга не считают, чтобы прям любят. И если его родители, скажем так, не ладят друг с другом. То есть тут, опять же, ваши цели, почему вы не хотите, ну, отрицаете возможность уйти из семьи, да? Какой-то очень важный момент, на самом деле. Вот. Мне кажется, что тут вот такая история. То есть вот вроде бы вы пишете, да, что, значит, понимаю, что предаю своей семье, потому что занимаюсь через несколько лет, понимаю, что не смогу уйти из семьи, хотя я чувствую, что мой ребенок и мы стали обузный. Вот с этим нужно разбираться. Как вы сделали, значит, своих самых близких людей, да, обузы. Такая вот история. И я полагаю, что когда это будет выяснено, когда мы сможем с этим разобраться, вы увидите для себя предельно ясно, как и что вам делать в дальнейшем. Вот. Вот такая, в принципе, история. Да. Это то, что вам можно сказать. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь. Сформулируйте, собственно говоря, запрос к психологу, в первую очередь, что вы хотите изменить, что вам нужно, что вы хотите поменять. Вот. Сформулируйте, пожалуйста, запрос, именно запрос к психологу Мариану. Вот. А, значит, потому что без этого запроса никакой конструктивной работы быть не может с вами. Ну и далее вы пишите, что, значит, мы общались как коллеги, это не часто, а тут, собственно, я стал почти каждый день писать, да, то есть все изменилось, что-то произошло. Надо переследовать это. Вот. Нескратце, я делал намеки, намеки ему о том, что он вертянный особенный человек. Ну, опять же, каких намеков нет речи, да, как бы, если вы замуж. Я не вижу ничего плохого в том, что бы, что вы, там, допустим, ну, можете им с кем-то, с кем-то, ну, с кем-то встречает. Я не думаю, что это, прям, плохо. Ну, вот. Ну, нужно, чтобы были тщетных. Со своим мужем. Вот. Понимаете. Такая, такая вот история. Дальше, эм, так, думаю, он не понял моих, моих намеков. Может быть, он и не понял ваших намеков, да, но, опять же, с какой целью вы делали намеки и хотели ли вы, чтобы он понял. Паром, не кажется, он отбегает мне, он берет телефон, когда я хочу поздравить его с праздником, например. Ну, здесь, может быть, как ваша навязчивость, что же он делает ваша навязчивость, так и без перспективных отношений. Без перспективных. В ноябре он был по делам в моем городе. Мы виделись на ингредиентах на мероприятиях. Однажды я пригласил его в гости, нас ничего не было. Я только один раз позволил себе по-трусски его обнять. Но у какого-то данности хоть стойкость. Небезумно хотел взять его за руку поцеловать. Ну, то есть, вот с этими чувствами, да, в желании мне нужно работать, чтобы понять, что за ними стоит. В одной неделе тут дело совсем не в любви, а в чем-то другом, более глубоком, как сказал мой коллега. Вот, в целом, в целом надо повышать, конечно, особенность того, что вы делаете. Потому что, ну, совершенно очевидно, что вы несчастливы в браке, а вот почему вы несчастливы в браке, из-за чего вы несчастливы в браке, и как вообще получилось так, что вы к этому пришли, это нужно изучать. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Потому что, в противном случае, никакого результата от работы не будет. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова